Всем тихой ночи, а не пора ли разобрать какой-нибудь классический объект, существующий с самого основания фонда, но обойдённый вниманием? А то уже скоро 7-тысячные объекты пойдут, а вот объект номер 17 никто так и не обсуждал. SCP-017 это тот самый старый SCP, короткий объект, описывающий человеческую фигуру, высотой 80 сантиметров. И своим видом напоминающий ребёнка. Фигура состоит из объёмной тени, и все попытки обнаружить что-то кроме этого потерпели неудачу. Объект имеет класс Кеттер, что указывает на его высокую опасность, и опасность такая действительно есть. Ведь если в камеру содержания попадёт что-то отбрасывающее тень, оно будет поглощено объектом и попросту исчезнет без следа. Многие любят старые объекты за краткость и лаконичность, ведь это оставляет простор для фантазии. Например, можно представить, насколько неприятным будет побег такого существа, ведь оно будет с огромной скоростью перемещаться по зоне содержания, поглощая всё, что имеет тень, устраивая хаос и разрушение. К этому может привести любая ошибка содержания объекта. Стоит мощным прожекторам на секунды перестать освещать теневую фигуру, или обслуживающему персоналу случайно загородить источник света, и произойдёт катастрофа. Потому фонд содержит его, соблюдая все возможные меры предосторожности. Но с другой стороны, такую вещь определённо необходимо исследовать, ведь нечто, что поглощает материю без остатка, это само по себе сложно оставить без внимания. В рассказе «Тень сомнения» показано, насколько сложно даётся процесс содержания, и каждая мелочь типа замены ламп в камере, где объект находится, становится опаснейшим делом. Рассказ следует за сотрудником фонда, которому было поручено устранить мелкую поломку в камере объекта. В самом рассказе ничего ужасного не происходит, но напряжённая атмосфера при взаимодействии с аномальным объектом сохраняется, даже когда всё заканчивается благополучно. В конце оригинального объекта упоминается документ 17-1, в самом файле объекта его нет, но такой документ существует. Где-то затерялся в базе данных SCP. Содержание его несколько странное. Описывает сообщение с некой сущностью, обозначенной как SCP-52000, что уже само по себе странно. Хотя, учитывая скорость появления новых объектов на сайте, такое наверняка рано или поздно появится. Непонятная сущность передаёт учёному фонда Convert, в котором оказывается подборка связанных с SCP-17 документов других организаций вселенной SCP. Там в целом нет ничего определённого. Повстанцы Хаоса, например, считают, что объект должен хранить кто-то более ответственный, чем фонд SCP. В идеале кто-то, кто его вообще уничтожит. Например, ГОК. То есть, выходит, объект настолько опасен, что даже хаоситы желают его уничтожения. Для этого они придумали достаточно странный план. Помогать фонду SCP охранять зону содержания объекта, но по возможности объект выкрасть и передать в ГОК. В общем, повстанцы Хаоса смотрят на SCP, как на умирающую организацию, и только и ждут момента, чтобы забрать все объекты. Другой документ от ОНП ФБР. Откуда понятно, что эта служба охраняет место, откуда предположительно объект появился? Какую-то дуру в земле. Ещё тут есть упоминание о том, что аномальные художники из организации теперь всё путём. Считают, что объект этот является диковинным произведением искусства, созданным безумным художником. Чуть больше объект раскрывается в документе из библиотеки странников под названием «Второе чадо». Там говорится о целом классе существ под названием «Потерянное чадо», которые являются как бы анти-людьми. Сами по себе они не слишком опасны, но только известное как SCP-017 «Потерянное чадо» приобрело особую силу, и теперь является страшнейшим монстром, которого боятся даже божества. Его силы настолько впечатляют, что нашлась небольшая группа посетителей библиотеки странников, которая решила поклоняться этой твари, назвав себя культом новой Умбры. Культисты уверены, что жертвы существа не погибают, а напротив обретают вечную жизнь. В особом плане бытия, который по мнению культистов похож на рай. И соответственно они стремятся освободить этот SCP-заточение, чтобы он дал им вот эту райскую жизнь. Они настолько фанатично прониклись этой идеей, что их было принято изгнать из библиотеки странников. Так что они теперь бродят где-то по обычному миру. Возможно даже где-то в окрестностях зоны фонда, в которой содержится SCP-17, где встречают затаившихся там повстанцев хаоса. Во вселенной фонда SCP-17 так и остается крайне загадочным объектом, с недосказанной историей. Однако, чтобы понять, почему этот объект так всем понравился, нужно выйти за пределы сайта SCP. Ведь на самом деле, теневые люди – это довольно известная американская конспирологическая теория. Впервые она получила популярность, когда теневых людей начали обсуждать на ночном радио Coast to Coast. Радио – это, кстати, само по себе довольно интересное явление. Там всю ночь обсуждают монстров, конспирологические теории и альтернативную историю, причем совершенно серьезным тоном. Никаких шапочек и сфальги не напасешься. Да, всем тихой ночи. После пары радиоэфиров, где ведущий пригласил какого-то индейца, и тот рассказал о людях тенях, явлением заинтересовалось одно очень любопытное сообщество, занимающееся исследованием загадки Онгсхэт. Я про Онгсхэт, кстати, делал видео на другом канале. Ссылка в описании. Вообще удивительно, насколько в мире конспирологов все взаимосвязано. Если не видели ролик про Онгсхэт, посмотрите, увидите, что оттуда растут корни целой кучи историй, и даже некоторые элементы вселенной SCP. Если кратко, Онгсхэт считается первой значимой мистической историей в интернете, и самой значимой из них. При этом автор истории уже давно объяснил, что все это вымысело Тедо, и вся история придумана им самим. Но до сих пор существует немало людей, которые пытаются найти подземные лаборатории, с порталами в Неймире, машину для перемещения между измерениями, и другие вещи, упомянутые в Онгсхэте. И именно такое замечательное сообщество занялось поиском призрачных человекоподобных фигур, наслушавшись полуночного радио. Некоторые из них предложили банальную идею о том, что это призраки, но такая идея развития не получила. Зато людям очень понравилась мысль, что теневые люди — это существа из иных миров, пытающиеся то ли поработить человечество, то ли просто наблюдающие мир людей. В своих рассуждениях некоторые участники сообщества Онгсхэта дошли до теории о том, что теневые фигуры внедряют в людей особую органическую массу, которая становится отдельным органом, и через него уже человека можно контролировать. В общем, теневые люди изобрели чипирование до того, как это было модно. При этом сам этот орган невозможно как-либо обнаружить. Забавно, что, похоже, объект известен фонду, как SCP-2828. Были и другие мнения, например, о том, что люди, видевшие теневых людей, психически больны, или обладали слишком богатой фантазией. Но это, конечно же, были агенты SCP-2828, не желающие, чтобы мир узнал правду. Большинство остановилось на том, что теневые люди — это наблюдающие за нашим миром многомерные существа, цели которых мы никогда не сможем понять. Все эти обсуждения не пропали даром. В 2001 году на тему теневых людей выходит книга под названием «Секретная война», сюжет которой в том, что две девушки узнают, что в наш мир началось вторжение тех самых теневых людей. Автор книги Хэйди Холлес позже стала постоянным гостем радиостанции «Кост-то-Кост», где выступала в качестве эксперта, на полном серьезе обсуждая вторжение теневых людей. Хотя ее книга изначально это вроде бы роман, то есть на правдивость-то не претендует. Но, видимо, тем, кто верит, в это все книгу продать проще, чем тем, кто читает романы. Впоследствии эта женщина будет утверждать, что собрала тысячи свидетельств существования этих людей и даже не сомневается в реальности всей этой истории. Кстати, другое существо из ее произведения – Хэтмана. Кто-то хотел добавить в SCP, но дальше обсуждение на форуме дело как-то не пошло. Зато вот тема теневых людей пошла на ура. После эфиров с Хэйди целая куча людей написала свои книги и статьи на эту тему. Появилось множество видео, где люди показывают встречи с этими существами. По классике, конечно же, снятые над исторические камеры трясущимися руками. Все по канонам жанра. В книге Джон умирает в конце, которая, благо, не претендует на серьезность и представляет нам множество персонажей городских легенд. Показано, что если теневое существо убивает человека, то он пропадает из реальности без следа. Прямо как в случае с нашим SCP-17. Как хорошо, что эта сущность теперь поставлена на содержание фонда и не представляет угрозы. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok